Музыка Из Архангельска по видеосвязи российский президент сегодня наблюдал, как в новый арктический порт Сабета заходит танкер ледового класса для перевозки сжиженного природного газа. Это первое в мире судно такого рода. Оно может работать в суровых арктических широтах при температуре до минус 50 градусов. Скоро такие танкеры повезут газ в Европу и Азию. Этот способ продажи газа в том числе снизит зависимость России от стран-транзитеров. Путин заявил, что приятно удивлен темпами строительства завода сжиженного природного газа на Ямале. И отметил, что сохранение таких темпов позволит России стать крупнейшим производителем этого вида топлива в мире. Алексей Прокин оценил масштаб происходящего. Атомные ледоколы, 50 лет победы и войгач, словно родители, которые заботливо сопровождают первенца. Единственный пока в мире газовый танкер ледового класса. Крестов-де-Маржери входит в Лобскую губу. Переход из Мурманска в Порт-Сабета – это первые мили, первые шаги нового обитателя Арктики. Но капитан танкера Сергей Зыбко уже смотрит вперед, показывая на карте будущие маршруты танкера. Последние 18 дней были для команды самыми напряженными, так что капитанская каюта практически все время пустовала. Механика управления судном уникальна. Прорубать двухметровый лед танкер может как носом, так и кормой, развернувшись на месте. Все делается очень просто. Я один азипот ставлю на 60 градусов, другой азипот ставлю на 90 градусов. И так получается, что у нас есть только вращательный момент, нос стоит на месте, а корма описывает радиус 300 метров. Судно строили на верфях Южной Кореи, но в основе технологий, которые здесь были использованы, в том числе российский опыт строительства судов для работы в сложнейших условиях Севера. Масштаб проекта Ямал-СПГ лучше всего видно отсюда, с капитанского мостика. Когда заводы выйдут на проектные мощности, одного такого танкера для перевозки газа будет мало. Так что к 2020 году планируется построить 15 подобных судов. Ямал-СПГ это совместный проект России, Китая и Франции. Чтобы было нагляднее, танкеры, которые уже совсем скоро повезут газ Южно-Тамбейского месторождения в Европу и Азию, сравнивают по размерам с Эйфелевой башней. А назвали первое судно проекта в честь главы французской компании «Тоталь». Кристоф Демаржери погиб в аэропорту Внуково, когда его самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Демаржери был большим другом России и стоял у истоков проекта Ямал-СПГ, который теперь будет обслуживать танкер, носящий его имя, характеристики которого поражают воображение даже специалистов. Этот тип сейчас на рынке будет называться Ямал-Макс, и оно переводится в более 170 тысяч кубометров сжиженного природного газа. И этого груза в одном рейсе достаточно для того, чтобы обеспечить энергоснабжением европейскую страну размеров Швеции в течение нескольких недель. Все объемы с Ямал-СПГ законтрактованы, они практически все на рынке АТР. И сегодня в бизнес-модели есть количество прогнозное месяцев в году, сколько мы можем ходить по северному морскому пути на восток, и сколько мы будем с перегрузкой в Европе ходить через Суэцкий канал. 19, как здесь говорят, кустов, которые, разветвляясь, превращаются в 208 газовых скважин. Извлекать богатство тундры будут очень бережно, чтобы не навредить экологии. Еще совсем недавно глазу здесь было зацепиться практически не за что. На берегу моря находился поселок на 19 жителей. Сегодня в Сабете трудится 30 тысяч человек. Все, что здесь есть, вся эта инфраструктура доставлена сюда морем. Сейчас оно неприветливо, но летом говорят, здесь как на Лазурном берегу. Это русская Арктика. В таких вот бараках 30 лет назад жили первопроходцы. Геологический десант впервые высадился здесь в навигацию 1980 года. Сейчас Сабета фактически это небольшой город. Инфраструктура, порт, международный аэропорт. Но город как бы наизнанку. В условиях вечной мерзлоты все коммуникации проложены на поверхности. Сам порт построен тоже на принципах государственно-частного партнерства с объемом инвестиций более 108 миллиардов рублей. 72 миллиарда было предусмотрено федеральной целевой программе развития транспортной системы. Темпы строительства здесь рекордные, как в лучшие годы комсомольских строек. Первый камень в основании порта заложили всего 5 лет назад. Сегодня жиженый природный газ благодаря этому танкеру можно доставить отсюда в любую точку мира. В первую очередь проекта Ямал-СПГ начнет давать газ уже во второй половине нынешнего года. Тогда же произведут и первую заправку первого в мире танкера ледового класса. На проектную мощность газовики выйдут в 2019-м, а порт Сабета уже в недалеком будущем должен превратиться в крупнейший хаб в Арктике по экспорту газа. Алексей Прокин, Игорь Мичкин и Павел Бирюков. Телекомпания НТВ. Сабета. Арктика.